Еще наши предки использовали продукты питания не только в пищевых целях, но и для бытовых нужд. Плюс таких способов, в отличие от бытовой химии, натуральность и гарантированное отсутствие химических добавок. Расскажем о некоторых вариантах. Лимон можно использовать при маникюре, ведь теплая вода с соком этого цитруса – отличная ванночка для рук. Во-первых, так можно избавиться от запаха после готовки. Во-вторых, ногти заметно посветлеют. Кофе эффективно при ремонте мебели, ведь гуща обладает красящими свойствами, благодаря чему, если нанести ее на царапину темно-коричневого стола, то повреждение станет менее заметно. Чай способен поглощать неприятные запахи, поэтому если ваш спортивный рюкзак стал неприятно пахнуть, положите внутрь сухие чайные пакетики, либо сухие листочки в мешочке. Это поможет решить проблему. Еще один неожиданный помощник – огурец. Его можно применять как натуральный и приятный освежитель для полуспирта. Для этого вместо жевательной резинки или едкого спрея съешьте кусочек этого овоща. В разных целях, не связанных с употреблением в пищу, можно использовать и яйца. Например, если во время готовки вы слегка обожглись, намажьте ожог сырым белком. Боль утихнет и волдырь, скорее всего, не появится. В более серьезных случаях следует воспользоваться специальными средствами или обратиться к врачу. Лакированная обувь требует особого ухода. При случае вместо дорогостоящих средств можете использовать молоко. Предварительно удалите грязь и пыль, а потом смочите ткань в продукте и протрите обувь. Дайте высохнуть и отполируйте. Обувь заблестит и не будет промокать, так как молочный жир создаст защитную пленку. Соль – один из самых популярных компонентов скрабов для тела. Почему бы не сделать его самим? Для этого возьмите небольшое количество и смешайте с медом. Так вы получите разогревающее антицеллюлитное средство. Сахар, как и соль, обладает скрабирующими свойствами. Предлагаем вам использовать это для того, чтобы избавиться от сухости губ. Для применения смешайте сахар с растительным маслом. Нанесите на губы. В финале смойте. Возьмите на заметку все наши советы и применяйте в жизни.